У женщины есть непобедимые силы внутри. Первая непобедимая сила — это слезы направлены на себя. Допустим, конфликт пошел, вы сели и плакать начали. Он подходит и говорит, что ты плачешь? Вы говорите, я виноват, я ничего не могу понять, я такая плохая жена. Он говорит, что ты не можешь понять? Как тебя воспитывать, не могу понять. Что он начинает делать, мужчина? Она плачет, потому что она плохая. Ну что, он начинает ее защищать, начинает успокаивать ее, заботиться о ней. И она его победила уже все. Так, женщина побеждает слабостью, а не силой своей. Слабостью. Вторая сила женщины — это доброе терпение. Непобедимая сила. Она по-доброму терпит. Мужчина так не может долго терпеть. Все. Он проигрывает всегда, потому что она же источник любви, женщина. Семейная жизнь вокруг кого крутится? Вокруг женщины или вокруг мужчины? Кто липнут к мужчине, липнут к женщине или к женщине? К женщине. Родственники, к кому липнут? К женщине. Тараканы, собачки, к кому? Мужчина, к кому липнет? К жене. То есть все вокруг женщины. Она в центре находится семьи. В центре она. Она является центром притяжения женщины. Если она является центром притяжения, доброе терпение установите в семье. По-доброму относитесь и терпите все. И все наладится. У меня была ситуация в жизни, муж с женой консультировались у меня. И муж, и жена. У них почти разрушилась семья. И муж, и жена консультировались. Муж консультировался, консультировался. Я ему сказал, что делать. Он говорит, я не способен. У меня нет возможности так действовать. А женщина, ну у них разваливалась семья. А женщина подумала, говорит, а у меня есть такая возможность. И она начала все делать, как я сказал. У них сохранилась семья. Какой вывод можно сделать? У женщины больше возможностей сохранить семью, чем у мужчин. Намного больше. Внутренней. Бог им дал такие силы, женщины. Изменять близкого человека, воспитывать там очень много сил внутри. Но надо действовать с помощью принятия, терпения, чувства собственного достоинства, не унижаться и дистанции. Вот эти основные способы. Дистанция, доброта. Дистанция не злая, а добрая. Чувство собственного достоинства, терпения, принятия, доброта. Служение еще тоже. Даже когда на дистанции, все равно служи близкому человеку. Не оставляй его без заботы. И он, ему тает сердце. Мужчина не может противостоять этим всем вещам.